Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем эфир телемагазина. Во время домашней самоизоляции, когда у многих появилось больше свободного времени, помимо просмотра фильмов и чтения книг, появляется еще одна уникальная возможность посетить музей, сидя на диване. Новое приложение, которое называется Google Arts & Culture, сотрудничает с почти более чем 500 музеями и художественными галереями по всему миру, предоставляя экспонаты знаменитых музеев, которые можно посетить, сидя на диване. Коллекция Google Arts & Culture включает британский музей в Лондоне, музей Ван Гога в Амстердаме, Гугенхайм в Нью-Йорке и сотни мест, где вы можете узнать много нового о искусстве, истории и науке. Эта коллекция чрезвычайно полезна для студентов, которые ищут способ самообразования, пока школа и университета закрыты. В то же время знаменитые музеи по всему миру предлагают свои онлайн-программы, и сейчас мы узнаем, какие именно. Музей Прада, самый известный в Испании, запустил акцию El Prado Contigo, которая переводится как «Прада с тобой». Насладитесь шедеврами Гои и Босха, не выходя из дома. Лувр во Франции тоже предлагает онлайн-возможность увидеть его главные шедевры, а также новинки коллекции, среди которых Аполлон, скульптура, найденная на развальнах Помпеи. Тоже прямиком из вашей теплой постельки или кресла, пижами и мягких тапочках можно увидеть шедевры музея Регги Гугенхайма из Менеции. Он предлагает виртуальные туры в сопровождении работников музея. В Латинской Америке музей Мальбо из Буэнос-Айреса предлагает посетить свои постоянные выставки, посвященные в том числе и архитектуре. И музей современного искусства королевы Софии из Мадрида предлагает доступ к 170 видеоэкспозициям, а также аудиоподкастам. Эту инициативу уже поддержали музеи из Афин, Лондона и Нью-Йорка. Афин, Лондона и Нью-Йорка расслабиться. Укрывшись им, вы сможете работать в ситуации абсолютного комфорта. А дело антистресс гораздо тяжелее обычного, поскольку в качестве наполнителя используются стеклянные шарики. Оказывая давление, оно сводит к минимуму движения тела, что помогает вам уснуть быстрее и спать лучше и глубже. Также это способствует расслаблению и снижению беспокойства. Только сегодня в рамках телемагазина. Если вы позвоните по номеру, который видите сейчас на вашем экране, вы заплатите только 1999 леев. Доставка по всей стране абсолютно бесплатная. Также в подарок вы получите ароматическую свечу, которая скрасит любой карантин. И поспешите, дорогие друзья, это предложение действительно ограничено. Давайте избавляться от всего старого и пускай жизнь наполнится чем-то новым. Итак, будем сегодня вам рассказывать об этом чудо-одеяле. Я, кстати, переместился сразу мысленно в свое детство, когда я часто ездил к бабушке. И вот в селах, в деревнях очень часто можно было встретить такие утяжеленные одеяла. Я не знаю, если специально делали тяжелыми, или так просто происходило, так получалось. Но сон в деревне был особенным. Он был намного спокойнее, крепче. И такое чувство, как будто тебя всегда обнимают родители. Вот такое ощущение, какое-то объятие и спокойствие, что рядом кто-то есть. И вот это одеяло обладает... Бабушкины одеяла почему были тяжелыми? Волшебно, вроде бы свойства. Потому что там было огромное количество перьев, огромное количество натуральных, скажем там, ингредиентов. Поэтому за счет натурального пуха перья были. Поэтому оно было тяжелым. И, понятное дело, его нужно каждый раз было дезинфицировать, но что делать крайне редко. Это одеяло, о котором мы сейчас вам расскажем, оно действительно по размерам не такое большое. Но оно обнимет достаточно тяжелое. Весит оно 5 килограмм 400 грамм. То есть достаточно сложно через, скажем так, телевизор передать. Это при размере 120 на 180 сантиметров. При таком размере одеяло оно весит 5,4 килограмма. При этом оно очень нежное и оно очень-очень мягкое. И действительно, вот ты чувствуешь, да, когда мы его на ощупь ощущаем, такое ощущение, что какие-то маленькие шарики, которые специально утяжеляют его. И, знаешь, попробовать бы... Это стеклянные шарики, небольшие стеклянные шарики. Мелкие-мелкие-мелкие. Такое чувство, как будто вот такое состояние, вот как будто они вот переливаются в сочные часы. Хочется попробовать укрыться им. Давай попробуем. Давай попробуем. Расскажи о своих ощущениях. Ну что, мои ощущения? Мои ощущения, да, я... Объятия? Объятия сильного мужчины? Я не поправилась. Но действительно, как будто тебя очень крепко кто-то обнимает. И очень такое, скажем, действительно нежное. И стильное, красивое, как все те вещи, которые мы говорили. Итак, одеяло весом 120 на 108 сантиметров. Размером, да. Вы сможете приобрести по специальной цене от 1999 лет. Помимо этого, еще получить приятный подарок. И, конечно же, наслаждаться глубоким сном и чувствовать себя всегда окутанным вот этим вот легким, не знаю, прикосновением. Объятиями. Объятиями. Такое ощущение, что вас кто-то обнимает. Одеяло стеганое, если вы обратите внимание, вот таким вот образом оно прошито. Оно довольно качественно все сделано. Поэтому оно вам прослужит долгие-долгие годы. Единственный момент, который хотелось бы обратить внимание, даже два момента. Первый – это одеяло. Конечно же, нельзя стирать в стиральной машинке. Вы должны при необходимости, это, конечно, вы будете делать нечасто, но, тем не менее, отдавать химчистку. И оно должно подвергаться сухой чистке, так называемой сухой стирке. Если будет такая необходимость, стирать это одеяло в стиральной машине нельзя. Но это не проблема, так как делать вы это будете не так часто. И помимо этого, есть еще и возрастные или весовые ограничения. Самым маленьким нашим телезрителям, конечно, под таким одеялом нежелательно спать, потому что оно тяжелое. Оно все-таки предназначено для взрослых людей, если не ошибаюсь, весом не менее 40 килограммов. Если у вас вес меньше 40 килограмм, то, к сожалению, это одеяло пока еще рано вам приобретать. Но вы можете, конечно же, порадовать своих близких и приобрести такой подарок. Потому что если есть проблемы с суставами, есть проблемы, вы чувствуете, что у вас такая вот ломка постоянная в теле, вы устаете после работы тяжелого дня, если вы физически много работаете, то вот такие вот одеяла, они помогают восстанавливаться нашему телу, восстанавливаться мышцам. И даже если вы знаете многие профессиональные спортсмены, которые после сложных, тяжелых тренировках идут на мануальную терапию, на к кинетотерапевтам, то есть специальные упражнения, где надавливают сначала эти мышцы, где боль больше всего существует, а потом их резко отпускают. Вот при этом нажатии мышцы восстанавливаются и наливается крови, получается, больше поступает крови. Таким вот образом тело начинает отдыхать. В принципе, та же функция и у этого одеяла. Ну, она, конечно, более простая и подходит большему количеству людей, не только профессиональных спортсменов. Я хочу сказать, что мы живем в современном мире и действительно должны идти в ногу со временем. И такие нововведения, такие новинки, это одеяло появилось пока только у нас. Ну, ты поспи, я хочу рассказать. Я хочу тоже попробовать. Ты проэкспериментируй на самом деле, насколько приятно это все. Я хочу рассказать нашим телезрителям интересные факты. Знаете ли вы, что в Англии в 16 века в моду вошли расписные одеяла, привезенные из Индии? Иметь такое одеяло считалось престижным, и англичанки вскоре сами стали шить одеяло из разноцветных заморских тканей. Дабы защитить отечественного производителя, правительство запретило продавать индийский ситец. В результате возник дефицит. Ткани сделались настолько дорогими, что даже маленький кусочек было жалко выбросить. Кусочки сшивались вместе и превращались в пестрое одеяло. Так появилась техника пэтчворк, то есть лоскутное шитье. А еще с тех пор, как во многих странах лоскутные одеяла превратились в нечто вроде семейной реликвии, которую передавали из поколения в поколение, так во многих шведских семьях бережно хранятся одеяла, изготовленные еще, скажем так, в 17 столетии. А выпускникам в Америке на память про школьные годы. Чудесной принято дарить лоскутное одеяло, шитое из детских вещей, любимых джинсов, кепи, жакетов. А еще известна традиция шить новорожденному лоскутное одеяльце оберег. Так что, скажем так, одеяло, это еще и семейные реликвии. Я думаю, что такое одеяло, конечно, захотят, вот это же фильм всей семьей, посмотрите, укрыьте, где-то сказку. Я уже начинаю потихонечку дремать. Помню время, когда ты мне рассказывал сказки. Ты теперь немножко покайфуй. Чем пахнет свеча, которую мы даем в подарок всем тем, кто сегодня закажет одеяло в рамках телемагазина? Тут два запаха сейчас. Оно такое очень необычное, нежное, этот аромат. И эта свеча пойдет, конечно же, в комплекте, пойдет вместе с комплектом, в комплекте с этим одеялом. Она будет в качестве подарка вам предложена. Вы сможете насладиться не только объятием этого чуда-одеяла, но, конечно же, и дополнить приятных ароматов ваше помещение, в вашу спальню, если вы отдыхаете либо в гостиную. Очень нейтральный запах. Он, кстати, абсолютно не раздражает, потому что не все аромосвечи мне нравятся, кстати, вот здесь намного приятнее аромат. Это имбирь. Имбирь. Имбирь с имбирем, да. Ну, я могу сказать о том, что, говоря о традициях, да, вот мы сейчас говорили о том, что и лоскутные одеяла из поколения в поколение из детских вещей родители шьют одеяло, и когда они становятся выпускниками школы, дарят им это. Такая красивая традиция. А еще по поводу свечей и одеял хочу сказать вот, что есть такая, я уже рассказывала как-то об этом, теория Хьюги, это секрет датского счастья. Так вот, по поводу свечей. Датчане жгут самое большое количество свечей, скажем так, в мире. То есть для них это как вот нам зубы почистить, да, то есть они создают эту атмосферу. Те вещи, о которых мы рассказываем в рамках нашей программы. Действительно создает, дарят вам не только комфорт, но и создает особую атмосферу в вашем доме. А так как сейчас мы живем в особое время, скажем так, необычное для каждого из нас, то сейчас эту атмосферу, наверное, как бы и самое время внедрять. Сделайте нахождение дома чуточку приятнее. Укутайтесь в антистрессовое дело Дормео и забудьте о тревоге и беспокойстве. Исследования показали, что использование утяжеленного дела поможет улучшить качество сна. Оно создаст ощущение покоя и умиротворенности посредством имитации объятий. Обычно так называют глубокое сенсорное давление, которое стимулирует парасиметическую нервную систему, помогает расслабиться, а также дарит самый крепкий сон. Какое вы и заслуживаете, конечно же, стеклянные шарики без бисфенола А-Би-Фи-А-Фри равномерно распространены в одеяле Дормео и обеспечивают дополнительный вес и успокаивающее легкое давление на все ваше тело. Это стимулирует выработку серотонина и мелотонина, гормонов, которые отвечают за хорошее настроение. И только сегодня, позвонив по номеру телефона, который видите на экране, вы сможете его приобрести за 1999 леев и в подарок вы получите ароматическую свечу Дормео, запахов апельсина и корицы. Это корица и апельсин. Я так поняла, что успела разнюхать. Да, да. Приспешите. Предложение, конечно же, ограничено. Есть размер одеяла 120 на 180 сантиметров, поэтому, если вам нет необходимости в таком одеяле, поспешите, дозванивайтесь до операторов и сделайте ваш сон более крепким и отдых более полноценным. Ну и, как всегда, о чем я и говорю, нужно создавать какую-то особую атмосферу в своем доме. Конечно же, атмосферу создают люди, но благодаря красивым и действительно удобным и комфортным вещам, о которых мы рассказываем каждый день в нашей программе. Еще раз напоминаем, вес этого одеяла 5 килограммов, в 400 грамма при размере 120 на 180 сантиметров, что довольно ощутимо. Но, вот я даже сейчас, когда я при легке накрылся, я не чувствовал какой-то сверхбольшой тяжести. Это приятное такое утяжеление, которое тебя немного расслабляет. Помимо этого, одеяло стегано, оно прослужит вам долгое время, вот такими квадратиками все нанесена строчка, крепкая строчка. Помимо этого, одеяло можно отдавать в химчистку и периодически его освежать. Таким образом, оно тоже будет вам долгие годы служить. Встирать, к сожалению, в машинке его нельзя, так как здесь есть микрогранулы стеклянные, они чувствуются, но это приятный на ощупь стеклянный гранул, они не шумят, не скрипят. Ну, они никак не вредят вашему здоровью, только способствуют глубокому сну, скажем так, да? Ну что, дорогие друзья, могу сказать, что он еще заметил, он очень стильный и цвет, он такой вот нейтрально подойдет абсолютно под любой интерьер, что, на мой взгляд, очень важно. Эстетическое как бы восприятие вещей, но он дарит тоже особое настроение. Приятно, оно понравится вам однозначно. Ну, и в комплект идет такая небольшая свеча, аромасвечи, мы любим жечь. Так что давайте принимайте какие-то красивые примеры, красивые, внедряйте свои традиции в свои дома и пусть все у всех всегда будет хорошо. Самое главное, что помните, дорогие друзья, наше настроение формирует нашу судьбу. Поэтому сегодня самое важное и самое главное правило это не паниковать, не слушать плохие новости, заботиться о своем доме, о своих близких людях и настраиваться только на самое лучшее. Еще запоминаем, что это одеяло для всех людей, которые имеют вес больше 40 килограмм. Да, это важное Мы не советуем его для детей, однозначно нет. Это только для взрослых, взрослых наших телезрителей. Ну, если, конечно же, вы хотите, может быть, укутать ребенка, то, конечно же, под пристальным присмотром. И я думаю, что маленьких, совсем маленьких детей не стоит. Но одеяло можно просто накрываться и спать. Либо, как ты вначале сделала, просто укутаться. И работать, да. И допустим, работать даже, да, кстати, если вы работаете, сейчас многие работают на дому, и очень часто вот сидишь в этом кресле, устаешь, на стуле, можно просто на ноги его положить, можно просто плечи таким образом укутать. тяжелое, но в то же самое время оно тяжелое, тогда обрати внимание, что оно не сильно, обычно тяжелое одеяло, они плотные, они плохо дышат. Они плотные, они такие громоздкие, знаешь, они такие большие. Это одеяло напоминает плед чем-то, но, конечно же, если... По ощущениям плед, ну, по ощущениям, когда ты просто его, скажем так, гладишь, а потому как оно вместе с тобой, действительно, как будто бы тебя кто-то обнимает. Возвращаясь, кстати, к вопросам моды, хотелось бы, знаете, вы, конечно, заметили, наверное, любовь ведущих производителей каким-то натуральным материалом. Сегодня, сегодня действительно очень популярен бамбук, эвкалипт, кокос, водоросли, даже кукуруза. Каждое из решений обладает собственными преимуществами. С другой стороны, искусственные ткани и наполнители ни в чем не уступают, иногда даже превосходят природные аналоги. Например, маленькие пружинки из скрученных волокол полиэстера в одеялах, каких-то одеялах, они держат объем. Вот в нашем этом одеяле, значит, здесь этот, скажем так, вес придают стеклянные шарики, да, то есть особых насекомых в них никогда не заведется, потому что, да, забудьте про пылевых клещей, забудьте про пылевых клещей, да, о которых мы так часто рассказываем, да. Поэтому стоит, конечно, доверять натуральным тканям, но очень прислушиваться к современным технологиям, которые дарят нам комфорт, которые дают нам особое ощущение, да и мы современные люди, поэтому я думаю, что такие вещи должны появляться в наших домах. А еще есть одна интересная новость. Вот вы помните фотографии на фоне там одеяла, могли появиться фотографии на фоне одеяла, но на самом деле появлялись фотографии на фоне ковра. Ты помнишь, что в наших домах в советское время... Они продолжают периодически появляться. Появляются, да, то есть как бы есть ковры на стенах, да, откуда все это произошло. Могло бы так стать реальностью, если бы не появились восточные ковры. Дело в том, что еще пару веков назад одеяло считалось главным украшением дома. Не было еще машинного производства, и народ пользовался одеялами ручной работы. Эти изделия старались вешать на самое видное место в домах, обеспеченных людей ради престижу, а в жилищах простых крестьян для тепла. Теперь ясно, откуда в ноги растут и привычки вешать ковры на стену. Это как бы реликвия, это, считай, вот самое-самое, самое-самое, что было в свое время в богатых домах, ну и, соответственно, чем согревались бедные семьи. Даже если у вас квартира в стиле минимализм, и вы все-таки думали, что это серое одеяльце подойдет под вашу серую стенку, не надо его вешать, им надо укрываться. Не вешать его не надо, лучше укрываться. Им надо укрываться, Тут и не полезешь, потому что уже тяжело. Какой-нибудь любимый сериал, фильм, зажечь эту свечу, которая будет в подарок вам привезена вместе с одеялом. Если вы позвоните по номеру телефону, вы видите на экране и закажете его по специальной цене 1999 леев. И наслаждайтесь отдыхом, восстанавливайте свои силы и, конечно же, просто получайте удовольствие. Одеяло антистресс премиум-класса разработано таким образом, что создает ощущение, как будто вас обнимают. И это помогает вам расслабиться. Изделие подойдет для людей любого возраста, но, конечно, есть некоторые ограничения, о которых я говорил ранее. Посмотрите телевизор или почитайте книгу. Одеяло Дормео идеально подойдет не только для хорошего сна, но и для того, чтобы подарить вам покой, комфорт и уют в любое время дня и ночи. В основном, одеяло антистресс Дормео используется в практических целях, но вы можете выполнять и декоративную функцию с обеих сторон. Оно выполнено из красивого серого плюша и напоминает наполнитель, смею надеяться, что атмосфера в ваших домах благодаря такому вынужденному отдыху многим из нас только на пользу пойдет каждому из нас и у вас появятся свои новые традиции и атмосфера счастья, покоя, семейного благополучия, наверное, взаимопонимания. Старайтесь больше, общаться друг с другом, уделять внимание детям и пусть все будет хорошо. Ну а подробнее об этом товаре прямо сейчас в следующем сюжете. Тревога и депрессия затрагивают более 550 миллионов человек во всем мире, причем 7 из 10 ежедневно сталкиваются с каким-либо стрессом, а качество сна и отдыха имеет прямое влияние на качество нашей жизни. Существует естественный способ получить спокойный и восстанавливающий сон, которого вы заслуживаете. В этом вам поможет одеяло антистресс от Дармео. Это специальное, утяжеленное одеяло имитирует ощущение объятия. Подобно тому, как ребенок успокаивается на руках матери, вы расслабитесь, укутавшись в него. Оно обеспечит полный комфорт и спокойный сон каждую ночь. И только сейчас, позвонив по номеру, который вы видите на экране, вы сможете приобрести одеяло по цене 1999 леев. Подарок вы получите ароматизированную свечу Дармео, которая в магазинах стоит 99 леев. Мы также гарантируем бесплатную доставку по всей стране. Утяжеленное одеяло Дармео было специально разработано как естественная альтернатива для улучшения качества сна. Оно обеспечит ощущение прикосновения под глубоким давлением и позволяет чувствовать себя менее напряженным, более расслабленным и уснуть быстрее. Внутри истеганного одеяла находятся стеклянные гранулы, которые полностью гипоаллергены, не содержат бисфенола А, не производят шума и не пахнут. Благодаря стеганым квадратам гранулы останутся на месте, а вес будет распределен равномерно. Приятное ощущение объятий способствует выработке серотонина и мелатонина, гормонов, которые помогают улучшить настроение, расслабиться и полностью отключиться для глубокого сна. Важно знать, что терапия глубокого давления использовалась в течение многих лет в медицинском сообществе, чтобы помочь снять беспокойство, стресс, синдром усталых ног, симптомы менопаузы, бессонницу и многое другое. Недостаток сна может серьезно повлиять на повседневную деятельность, что приводит к недостатку концентрации и производительности на работе или в школе, раздражительности и даже риску развития проблем со здоровьем. И только сейчас, если вы позвоните во время телемагазина по номеру на экране, вы получите одеяло, которое избавит вас от стресса. Вам достанется и подарок – ароматизированная свеча, чтобы всегда оставаться в хорошем настроении. Кроме того, где бы вы ни находились, курьеры доставят его абсолютно бесплатно. Поспешите, предложение ограничено. Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем. Режим карантина в стране заставляет жителей Молдовы искать новые домашние занятия. Полезные, но приятные. Даже если ограничения вызывают некоторый дискомфорт, в них можно найти и положительные стороны. Например, люди начали больше читать, проводить время с семьей. Сейчас узнаем, чем занимаются наши сограждане на карантине. Во время, когда кризис бьет по бизнесу некоторых, другие, напротив, процветают. Например, в этот период вырос спрос на книги. Эта женщина рано утром пришла в книжный, чтобы купить несколько книг для своих детей, которые сегодня находятся на карантине. Я купила четыре книги для моих сыновей, которые сейчас дома. Будем вместе читать. Библиотекари говорят, что у них есть большой ассортимент литературы для любого возраста, которое, без сомнения, увлечет их надолго. В то время, когда детские сады, школы и университеты закрыты, библиотеки советуют открывать книги. Для маленьких любителей литературы рекомендуем 20 выдающихся умов, которые изменили мир. Самой читаемой детской книгой остается произведение Руальда Даля «Изумительный мистер лис». Чтобы родителям не нужно было ходить в библиотеку, Лилиана Жук нашла гениальное решение. Она читает детям онлайн и в то же время объясняет, что представляет собой COVID-19 и как мы можем защититься от него. Однако чтение хорошее занятие не только для детей, но и для родителей. И вот самые популярные книги во время пандемии. Рекомендую роману «Татал челу и ладко пил». Рекомендую роман «Паринуш Сания» «Отец другого ребенка», в котором автор выносит на первый план отношения отца-ребенка и говорит о влиянии отцов на воспитание детей. Если говорить о точных науках, то тем, кого волнует приход к власти Дональда Трампа, какие последствия оно будет иметь для человечества и какая религия сегодня доминирует, рекомендую книги «Харари». Развивающие игры тоже очень популярны в этот период. Цены варьируются от 50 до 800 леев. С тех пор, как появился вирус, родители приходят к нам и говорят, пожалуйста, предложите игры для всей семьи. Вот, например, игра для всей семьи, она длится 10 минут. За время, отмеренное песочными часами, нам нужно запомнить, что на картинке. Самые востребованные игры те, которые развивают креативность детей. Дети начинают быть архитекторами, делают первые шаги в инженерном деле и архитектуре. Другое популярное занятие во время карантина – кулинария. Влогеры и инфлюенсеры делятся рецептами, которые легко готовить вместе с детьми. нарежем ломтиками хлеб, положим в сковородку, чтобы он стал хрустящим, теплым и немного поджаристым. Напоминаем, что на время пандемии в стране были закрыты детские сады, школы, университеты, бары, рестораны, а также зоны отдыха. У меня есть очень хорошая новость для вас, дорогие друзья. У нас есть самое главное – наша жизнь и появилось время. Время для самых близких и родных людей. Давайте использовать его максимально полезно и продуктивно. Мы желаем провести это время замечательно в кругу близких и любимых. Ну и, конечно же, до встречи в телемагазине. Всем хорошего времяпрепровождения. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»